В надежных руках. Гордость Центра Восстановительной Медицины – это врачи, методисты и инструкторы. Люди, которые сопровождают пациентов на каждом этапе реабилитации и выздоровления. Постоянно повышают уровень квалификации, проявляют все самые лучшие человеческие качества. Сегодня наш материал – знакомство с теми, кто помогает быть лучше и возвращает веру в себя. Встречает администратор, провожает к врачу. На приеме у него разбор по деталям. Что болит, как болит, когда появляется боль, что ее провоцирует. Осмотр, выявление триггерных точек и принятие решения о том, как возвращать к полноценной жизни. Екатерина Ситкова – бухгалтер. Сидячий образ жизни – вот ее диагноз. И сопутствующий ему – латеральный эпикондилит, защемление в шейном отделе, состояние будто разваливаюсь, рассказывает пациент. До этого пробовала массаж, гидромассаж, потом физиотерапию. Не знаю, как правильно это называется. Ну, я имею в виду прогревания различные, массаж тоже. Но как бы все равно боль приходит, присутствует. Но надо заниматься, заниматься постоянно. Потому что, особенно при сидячей работе, это просто необходимо. Впереди лечение, но без уколов и таблеток. Сколько потребуется времени для удаления боли из жизни – это все индивидуально. Кто-то справляется за месяц с поставленной задачей, кому-то требуется полгода-год. Очень многое зависит и от настроя пациента. Но на всех этапах его будет сопровождать врач-методист, инструктор, который пишет программу реабилитации. Мы одна команда, мы работаем в связке. Инструктор работает с пациентом каждую процедуру. И он говорит доктору, какие есть изменения, что-то нужно изменить в программе или посмотреть с пациентом на предмет ухудшения или улучшения. Елена Вильдяева работает в центре полгода. Выпускница Саратовского мединститута. Более 25 лет в учреждении здравоохранения другого региона возглавляла отделение физиотерапии и реабилитации. Неоднократно проходила учебу по восстановительной медицине, клинической диетологии. Вот, обозначила план действий и передала пациента в руки методисту. Локти не опускаем, кисти держим на тренажере. Каждое действие и каждый выдох-вдох под контролем опытного методиста. Ее зона ответственности – написание индивидуальной программы, выполнение рекомендаций врача и анализ динамики выздоровления. Наталья Суровикова работает в центре восстановительной медицины с момента открытия. Профессионал – спортивная, подтянутая, всегда с улыбкой на лице. Как пример для подражания. У нас постоянно проходит обучение, у нас семинары, всеразличные лекции. Выезжаем с практикой в другие учреждения, принимаем у себя практикантов, учимся друг у друга, обмениваемся опытом. Для данного пациента назначено упражнение для укрепления мышц в верхней части спины, упражнение для восстановления подвижности плевчевых суставов, упражнение для укрепления осанки, для восстановления работы мышц в верхней части спины. Случайные люди в Центр восстановительной медицины не попадают. Только специалисты и только люди с большим сердцем. Это важно, подчеркивает руководитель. Самый главный критерий основывается на золотом правиле. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. И это правило работает во все стороны. То есть непосредственно к сотрудникам, пациентам, к контрагентам, кому угодно. Сейчас есть такая тенденция, что человеку можно всему научить. Можно, конечно, но если человек, скажем, интроверт, он замкнут в себе, его можно научить общаться с людьми. Но он будет это делать с ним через силу, перешагивать через себя. И мы подбираем людей, которые уже нацелены на помощь людям. Им хочется помогать, они хотят реализовываться через это. А всему остальному мы можем научить. Сейчас в Центре восстановительной медицины 7 врачей и 12 инструкторов-методистов. Большая команда, нацеленная на результат. Помочь пациентам улыбаться без боли. Во многих случаях кинезиотерапия – реальная альтернатива блокадам, уколам, болеутоляющим таблеткам и оперативному хирургическому вмешательству при острых и хронических болях в позвоночнике и суставах. Правильное движение – залог долголетия, уверяют врачи и методисты-инструкторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова